Вы не одни в своих страхах. Всем страшно. Это адски сложно. Люди срываются и перестают делать. Сейчас в моей жизни это ничего не значит. Тот трэш, который я делала, он у меня с треском провалился. Всем привет, меня зовут Анна Бусил. Тема этого ролика будет также связана с инстаграм, но поговорим немножечко о моральном аспекте, а именно о том, как продолжать делать несмотря ни на что. Знаете, бывают ситуации, когда у тебя не выстреливает какая-то идея, и ты вкладываешь в эту идею очень много ресурсов денежных, моральных, ты привлекаешь каких-то людей, в общем, делаешь все, чтобы эту идею реализовать, но в итоге не получаешь те дивиденды, на которые ты рассчитывал. А знаете, еще сложнее, когда ты вкладываешь вот в эту всю историю последние деньги, и она не имеет тот успех или вообще не имеет никакой успех, который ты для себя хотя бы немножко наметил. И вот здесь часто люди срываются и перестают делать. Что я увидела за два года очень активных консультаций в инстаграм. То, что выигрывает тот, кто продолжает делать несмотря ни на что. Это адски сложно. Это настолько сложно, что я не знаю даже, как передать это словами, потому что со мной это тоже периодически случается. Раньше это было чаще, сейчас это реже, но я вас буду обманывать, если скажу, что сейчас в моей жизни это ничего не значит, и я во всем уверена, и все такое, и все вот у меня так классно получается. Нет, это неправда. И я тоже часто испытываю страх, потому как у меня есть всегда потребность в реализации новых каких-то моих идей. И так как эти идеи зачастую смелее предыдущих, получается, что я, получая новый опыт, получаю вот эти вот страхи и какие-то последствия. Повторю, что эти последствия не всегда положительные. Буквально недавно я сделал один эксперимент, и он у меня с треском провалился. Неважно какой, не буду уточнять, но поверьте мне, я не могу сказать, на каком этапе страхов становится меньше. Мне кажется, вот по моим ощущениям, опять же повторюсь, по количеству часов, которые я провела, консультируя людей по созданию контента для социальных сетей, я понимаю, что неважно, на каком уровне находится человек с точки зрения дохода, всем страшно. То есть все боятся перед запуском чего-то нового, потому что развитие и изменения, это всегда про какой-то дискомфорт. В начале, когда я приехала в Москву, я точно помню, что у меня настолько была крепкая вера в то, что у меня все получится. Я даже не допускала мысли о том, что может что-то не выстрелить. То есть мне кажется, у меня такое воспитание, как-то в семье, в общем, это повелось, что все, что я делаю, я ставлю, с одной стороны, под сомнением, с другой стороны, все, что я делаю, оно очень не случайно. Опять же, переехав в Москву, я делала очень много хаотичных, непонятных абсолютно для меня сегодняшних действий. Но, наверное, меня бы не было такой, как я есть сегодня, если бы я не делала тот трэш, который я делала 4-5 лет назад. Так вот, возвращаясь к той непоколебимой вере, вот она у меня была, в какой-то момент она ослабла, скажу вам честно, потом она снова у меня воспряла духом, и тут, конечно, все зависит от того, какой порядок у тебя в голове. Для чего я вам это все рассказываю, собственно говоря? Я хочу сказать, что вы не одни в своих страхах. И если вам кажется, что ваша ситуация, которая вот у вас есть, она такая индивидуальная, неповторимая, никто в жизни даже не может подумать, что с ним может такое случиться, то это не так. Потому что все сталкиваются примерно с одним и тем же. И повторюсь, что люди ко мне приходят на консультации с запросом, и эти запросы, по сути, все одинаковые. И опять же, я вижу, что те, кто, несмотря ни на что, продолжают делать, выигрывают в итоге. Как вы думаете, почему вот был популярен блогер, и в какой-то момент он скатился, и никто о нем уже не знает? Может быть, конечно, ему стало это не нужно, но в большинстве своем, потому как либо страх какой-то одолел перед, например, перепозиционированием, потому что блог уже стал неинтересен, соответственно, надо что-то менять, человек не понимает, и он теряет популярность. И, конечно, еще люди теряют популярность, так как в какой-то момент они ощущают себя царями горы, инстаграм горы, и, в общем-то, расслабляются. Резюмируя все уже сказанное, друзья, продолжайте делать, несмотря ни на что. И помните, что вы не одиноки в этом. Именно поэтому, используя инстаграм вот как социальную сеть, приходя в комментарии, общаясь в комментариях друг с другом, вы находите поддержку, и вы находите единомышленников, у которых точно такие же проблемы. Вот, например, я общаюсь со своей подругой, и я ей рассказываю, и я точно знаю, что она с такой же ситуацией сталкивалась. У меня это бодрит, потому что ее рекомендация, ее поддержка, она с пониманием дела, да, так как она проходила то же самое, что, допустим, я прохожу сейчас. Окружайте себя людьми и сделайте все, чтобы не допустить того, чтобы вы перестали делать. Вот таким было видео. Если вам оно было полезным, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Я очень хочу, чтобы мой канал рос и развивался. Ваши лайки мне в этом помогут. Мы с вами увидимся очень скоро. Пока!